В эфире «Земном и о Небесном». Здравствуйте! 4 декабря – День Матери Казачки. Что за праздник такой и какова его история, вспомним с преподавателем отделения теологии Пятигорского Госуниверситета, священником Владимиром Зегнаном. Отец Владимир, приветствую вас! Здравствуйте, Маргарита! Здравствуйте, дорогие друзья! Отец Владимир, День Матери, как известно, в России отмечают в конце ноября, а День Матери Казачки подчеркнута отдельно 4 декабря. С чем это связано, какова история этого праздника и есть ли прямая взаимосвязь с подвигом терстей казачек Станицы Наурской? Да, действительно, эта связь прямая, когда речь идет о памяти женщин, казачек, День Матери Казачки, особого воспоминания роли женщины и в истории, и Отечества, и вообще казачьего служения, то на память приходят два дня, да, это непосредственно с моего исторического события, да, летом в июне, и, собственно, вот День Воспоминания Женщин Казачек, День Матери Казачки, которые действительно связаны, да, именно с одним историческим событием, когда женщины, казачки и старики, и маленькие дети действительно совершили с точки зрения, ну, любого, пожалуй, да, человека, без эмоций невозможно здесь рассуждать об этом событии, совершили, ну, героический поступок. С точки зрения, там, какой-то политической или исторической, вряд ли это событие можно назвать, ну, вот прям такой серьезной какой-то битвой, но вот на эмоциональном уровне, и вот, естественно, как следствие в культуре, это событие никого, во-первых, не может оставить равнодушным, а во-вторых, действительно говорит о героизме и такой силе духа, да, женщины-казачки. Событие историческое восходит к 18 веку, это 1774 год, это первая турецкая война, ну, по некоторым данным, восьми или девятитысячное войско, возглавляемое турками, да, в составе которого были и крымские татары, подошло к станице Наурской, где в этот момент мужчины, да, все служивые люди, они были в походе. И в станице были только женщины-казачки, маленькие дети и старики. Ну, станица была более-менее укреплена, хотя еще была очень молода, еще работы по ее фортификации должны были проводиться только, но уже был ров насыпной, то есть уже какие-то фортификационные сооружения, да, была артиллерия, да, были пушки, были ядра, но понятное дело, что без опыта эта станица была, ну, легкой, что называется, легкой целью. Во всяком случае, предполагалось. Но неожиданно дала очень серьезный отпор. То есть вот эти женщины, сами казачки, нарядившись в яркие праздничные одежды, вышли, вот, возглавляемые вот этими стариками, пожилыми воинами-казаками, которые уже сами, по сути, не могли воевать должным образом, да, показать всего своего ратного умения, но могли словом подбодрить и, собственно, опыт передать, да, объяснить, что делать. И маленькие дети. И дали очень серьезный отпор. Более того, что бой не утихал практически весь день, да, как... Даже в щи в ход пошли, если я не ошибаюсь. Да, а как говорит народная традиция, да, предание, что все были поставлены, ну, условно говоря, под ружье, и должны были каждый, там, и варить смолу, и греть, там, загревать эти котлы. И даже речь шла о том, что даже щи использовались для того, чтобы неприятеля поливать. Оттуда пошла еще и поговорка, да, о том, что наурских щей поели. И действительно, близлежащие станицы даже слышали стрельбу, пальбу, но не предполагали, что происходит. Думали, что некий праздник у соседей. Эти события происходили накануне памяти апостолов Варнавы и Варфоломея. И вот существует предание о том, что в этот день в стане врага видели двух скачущих воинов на белых конях, которые, ну, внесли серьезное смятение в ряды турков. На следующий день оказалось, что битва очень быстро прекратилась. Есть несколько преданий, да, по одному из преданий, один из казаков умело так прицелился, да, из пушки, что метким выстрелом то ли ранил, то ли убил родственника полководца, который, да, возглавлял этот поход. И тот посчитал для себя это дурным знаком. И так получилось, что вот по факту сражения женщины не только отстояли свою станицу, но и повергли своих врагов в бегство. Причем очень быстро, да, то есть 8-тысячное, ну, по другим данным, 9-тысячное воинство не выстояло против духа, да, и силы станицы, в которой были только женщины, старики и маленькие детки. А сестра Владимировна, кто такие казачки вообще? Казачкой нужно родиться или, может быть, можно стать, связав с себя, к примеру, узами брака? Есть прекрасное размышление на этот счет. Казачкой прежде всего нужно быть. Потому что, ну, как говорится, недостаточно казаком родиться, да, им еще нужно быть. Так же и женщины. Можно услышать много размышлений на этот счет о том, что можно быть женой казака, но не быть казачкой, да, а можно быть казачкой, даже будучи молодкой, да, и потому очевидно, что если некий человек, да, приносит присягу, да, на верность и служит исправно, то он, ну, буквально и формально действительно будет являться казаком. А как же вера православная? Казак без веры не казак. Конечно. Ну, имеется в виду, что будучи православным человеком, будучи верующим и честно служащим, да, Отечеству, даже формально этот человек не обязательно может, ну, происходить из казачьего рода. С другой стороны, есть возражение о том, что всякий человек, как правило, который вступает в казачье войско, начинает, ну, пронизывает свою жизнь вот казачьим бытом, культурой, традицией, начинает заниматься изучением и, прежде всего, занимается изучением своего рода. И внимательное изучение показывает, что, ну, во втором, ну, в третьем поколении точно, как правило, во всяком случае, здесь у нас, на юге России, на южных рубежах, предок казак находится очень быстро, да, достаточно со вниманием и чаянием разыскивать память о своих предках. Но, действительно, может быть так, что и пришлый человек станет казаком, но вот есть более суровые традиции, да, предполагающие о том, что только внук станет полноценным казаком, если вот проявит себя его дед и отец. Ну, это, конечно, если уж совсем строго, да, и так формально подходить. Но все же казак и казачка – это не этническое самоопределение, да, все-таки это сословие, да, казач. Поэтому казаками, вольными землепашцами на службе у Отечества в этом смысле может быть всякий верно исполняющий свою присягу. А вот, кстати, говоря о присяге, должна ли казачка присягу давать? И почему этот вопрос воспринимается церковью неоднозначно? Он церковью вообще не воспринимается. Церковь полагает в этом смысле, что у всего должен быть смысл, да, потому если женщина находится на службе, в том числе на военной, да, она приносит присягу вне зависимости от того, казачка она или нет. Что же касается вот такого подхода о том, чтобы женщины в храме наравне с мужчиной принимали поставление в казаки, да, в казачки в данном случае, то по мнению церкви сугубо традиционному мнению, и что важно, опять-таки, если мы говорим о казаках и соблюдении традиции, это не просто не является необходимым, да, является неполезным и ненужным. Фронт казачки – это дом, семья, воспитание детей, да, поддержание, так сказать, нормального состояния эмоционального и такого душевного состояния в семье и доме, и потому ее служба – это прежде всего служба такая нератная. Но опять-таки следует подчеркнуть, это не значит, что казачка не способна дать отпор или не способна встать на защиту отечества, конечно, нет. Но просто у всего есть свои цели и у всего есть свои задачи. То есть странно было бы, если бы мы человека, ну, там, музыканта, да, ему рекомендовали бы заниматься, например, там, возделыванием земли, да, а землепашцу играть на музыкальных инструментах. Я думаю, что каждый должен заниматься своим делом, и потому что именно исполняя свои обязанности, ну, как сегодня говорят, в соответствии со своими компетенциями, можно достичь более хорошего результата. Ну, а в общем присяга, она в дальнейшем какую ответственность налагает, что требует от человека, который ее дал, присягнул? Присяга – это не просто слова. Присяга – это клятва. Да, а само, даже само слово «клятва», да, в нашей русской традиции, ну, это слово, которое, ну, как холодный душ, да, оно даже само слово отрезвляет. То есть «клянусь» может произнести только человек, который действительно понимает, да, ту ответственность и значение слов, которые он произносит. Однокоренное ему слово «проклятие», да, является также следствием о том, что, то есть «клятва преступник» – это проклятый. Причем проклятый прежде всего самим собой, своими словами. А потому присяга, то есть «клятва» – это максимально серьезное обещание, которое может принести человек. Присягу дают люди, которые не работают, а те, которые служат. И служба предполагает верности и предполагает, ну, некой жертвенности. Потому что, ну, любой труд важен, да, но служение – это форма труда, которая требует, ну, некого внутреннего отречения. Потому присягнуть может только человек, который действительно осознает всю ту ответственность, которая возлагается на него. Отец Владимир, ну почему-то современные казачки, многие из них хотят быть в силу определенных обстоятельств, тенденций времени, быть уравнены в правах с мужчинами. Поэтому так и настаивают на присяде, чтобы также присутствовать на кругах. Правильно ли это? Это некое следствие массовой культуры. Но нужно обратить внимание на нашу традицию и на нашу историю. У нас на Руси вопрос о какой-то эмансипации, как освобождение женщины, по сути, не должно быть. Потому что женщина в нашей культуре, она занимает серьезное место. И потому она имеет действительно равные права и имела эти равные права всегда. Более того, тем более, когда мы говорим о казачке, мы понимаем, что женщины-казачки, как правило, на себе несли весь быт. Когда 20-летняя служба у мужа, да, а на женщине все. Она умеет и может исполнять все те необходимые задачи, которые исполняет мужчина. Но нужно ли это? И здравый смысл нам показывает, что это не нужно. Для того, чтобы чувствовать свою значимость, необязательно вставать в караул. Я благодарю вас, сосед Владимир. Это была программа «Земном и о небесном». До встречи через неделю. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok